Растет число инфицированных коронавирусом в Крыму по состоянию на 24 апреля, таких уже 82 человека. Но это данные властей Крыма, подконтрольных Кремлю. Правозащитники считают больных больше. Без учета временно неподконтрольных территорий в Украине заражены более 7 тысяч. В антирейтинге COVID-19 к Китаю приблизилась Россия. Там более 62 тысяч инфицированных. Всего в мире более 2 миллионов 600 тысяч больных коронавирусом. Более 720 тысяч человек выздоровели. Как Крым призывает туристов не ехать на полуостров и как в мае будут отменять карантинные ограничения, смотрите. Официальные цифры чиновников Крыма о зараженных не отвечают действительности, заявляет Крымская правозащитная группа. Ведь информация о проведении тестирования в Крыму противоречивая и задерживается. Уже прошло более месяца, и на сегодняшний день не подтвержден ни один летальный случай, что в принципе тоже станет. Тестирование проводится далеко не у всех. В некоторых районах в больницах ожидали результат теста, поскольку его отправляли в Москву до 14 дней. Соответственно, статистика даже де-факто властей, она как минимум отставала на 14 дней. Тех, кто попал в больницы до 17 марта с похожими на вирус симптомами, не тестировали. Правозащитники сами собирают информацию в больницах. Есть негласное показание руководству больниц в случае, если приходит пациент с подозрением на COVID-19. Но это не нашелый случай. В COVID-19 таким образом, чтобы статистика была заниженная. На дороге в Симферополе на этой неделе зафиксировали полицейскую технику с водометами, которые применяются для разгона демонстраций. Никакие другие подробности неизвестны. Заниматься демократией нет возможности, так Аксенов анонсировал тотальные рейды по адресам туристов. Полиция проверяет все данные, которые приезжие указали в анкетах. Также Аксенов записал обращение к россиянам. Не едьте в Крым. Честно говоря, я никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам. Однако другого выхода на сегодняшний день нет. Вы понимаете, я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от приезда на территорию Республики Крым, как в целях командировки, так и в целях отдыха, поскольку все крымские санатории, все места отдыха закрыты. Но при этом со следующего месяца планируют разрешить работать в части сферы услуг. Индивидуальным предпринимателям, которые предоставляют услуги салонной красоты, а также парикмахерской услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственного бытового назначения, осуществляющие торговлю строительными материалами, скабинными изделиями, водопроводными и отопительным оборудованием и принадлежностями с санитарно-техническим оборудованием электрокабельной продукции. Крымчане в соцсетях уже озадачены, как попадать в такие места, если должны будут оставаться в самоизоляции. Вот опрос на улице о том, как люди оценивают карантинные меры. Думаю, что достаточно. Мы видим по ситуации в Крыму, что она более-менее, я думаю, что скорая стабилизируется. Вот не так много зараженных и у нас нет летальных исходов, это большой плюс. Конечно, мы все ждем уже ослабления наших карантинных мер, которые есть. Штрафы должны быть немного ниже. Нужно более усилить контроль насчет въезда на территорию республики, это однозначно, где должно быть усиление. Потому что сегодня все равно с Москвы, с Питера некоторые люди приезжают, и потом случаются такие с их стороны непорядочные вещи. Поэтому у нас обсерваторы все, получается, заполнены именно такими гуляками. Мне кажется, избыточно уже. Уже просто, или просто уже все это надоело, или, ну, действительно, уже просто нет сил. И детям уже очень тяжело сидеть дома. И вот непонятные, как бы, происходят моменты, когда ты едешь, и милиция останавливает. Ну, у меня справка, все это есть, конечно, но мне вот ребенка даже к бабушке не могу довезти. То есть, доходит до абсурда, что уже штраф, там начинаются какие-то разговоры. Очень тяжело людям в финансовом плане. Достаточно, и даже, может быть, чрезмерно мягкие. Может быть, где-то нужно было бы и ужесточить. Ну, я имею в виду въезд, выезды из Крыма. Ну, а так патрули контролируют, подходят, спрашивают, куда мы выходим. Вот иду в аптеку, например, за получением лекарств. Только вот, а так сидим дома. Чиновники подсчитали запасы продуктов в Крыму. Так называемый глава правительства Гацанюк сообщил, что их хватит на 30 суток. Продолжение следует...